Добрый день на 12 канале час новостей в студии Сергей Лесков. Коротко о главном. Трагедии можно было избежать. ДТП, в котором погиб 10-летний ребенок, произошло из-за некачественной уборки улицы. Чиновники понесут ответственность. Триумфальное возвращение. Александр Шлеменко одержал победу после длительного перерыва в карьере. Победить болезнь можно. Денис Шумаков из Полтавки мечтает встать с инвалидной коляски, но денег на операцию не хватает. Помочь могут зрители 12 канала. Жить будет. Экологи не допустят массовой гибели рыбы в птичьей гавани из-за нехватки воздуха. Экстремальное увлечение или финансовые трудности. Омские пассажиры все чаще предпочитают ездить с зайцами, при этом далеко не всегда в салонах. За смерть 10-летнего мальчика ответит не только водитель «Газели», но и чиновники. В региональной полиции заявили о том, что авария могла случиться из-за недостатка в содержании дороги. Напомню, накануне на пересечении улиц Омска и Куйбышева водитель маршрутного такси сбил ребенка. Мальчика увезли в больницу с многочисленными переломами и травмами, но во время операции он скончался. На водителя завели уголовное дело, ему грозит наказание до трех лет тюрьмы. Проверяя место ЧП, полицейские нашли массу нарушений, отсутствие разметки и, главное, налить на тротуарах и проезжей части. По выявленным недостаткам сотрудники ГИБДД проведут дополнительное обследование, по результатам которого будет принято решение о привлечении к ответственности должностных лиц, в чьем ведении находится содержание данного участка автодороги. Ход устранения всех выявленных недостатков поставлен на контроль руководством Омской полиции. И уже спустя пару часов после аварии на месте работали дорожные службы. Сейчас перекресток, на котором произошла трагедия, полностью очищена от льда, в то время как остальные потенциально опасные пешеходные переходы и тротуары по-прежнему покрыты толстым слоем наледи. И к другим темам. Победа, которую поклонники смешанных единоборств ждали целый год. Александр Шлеменко триумфально вернулся на ринг. Сегодня ночью Омский боится сразился с Вячеславом Василевским, которого называют несокрушимым русским. Это событие фанаты, да и вообще вся спортивная общественность называли самой ожидаемой битвой российских средневесов. Экс-чемпион Беллатр, напомню, из-за допинг-скандала вынужденно заморозил свою карьеру на неопределенный срок. Возвращение Шлеменко в большой спорт состоялось в рамках турнира М1 Челлендж 64. Из столичного Олимпийского Ольга Свидинская. Спортивный комплекс Олимпийский в ожидании главного боя вечера. Александр Шлеменко, Вячеслав Василевский. Этого поединка ждут все без исключения зрители. Их сегодня три с половиной тысячи. Ну, конечно, Василевского и Шлеменко. Почему? Ну, не знаю, я ребят этих знаю. Хотелось бы посмотреть, как это будет выглядеть. Как думаете, в какую сторону чаша склонится? Вы знаете, не хотелось бы делать прогнозов, но увидим. Я думаю, что ребята покажут красивый бой, и мы получим от этого удовольствие. Василевского, конечно. Василевского знаю, просто хороший боец. Буду за него болеть. Шлеменко, Александр Шлеменко. Перед зрителями Александр Шлеменко появился несколько раньше, но в качестве не бойца, а тренера. Буквально сейчас за моей спиной терется Тимур Нагибин. Это один из его воспитанников, который тренируется в авторской школе «Шторм» Александра Шлеменко. Итак, три раунда по пять минут завершены, и победителем объявлен Тимур Нагибин. То, что мне Александр Шлеменко советовал, я старался делать, конечно, что-то не получалось. Но в итоге, как он и говорил, я выиграю по очкам, потому что соперник, его все знают, он бился такими семенитыми бойцами, как Михаил Малютин, Залимбек Амаров, он еще с пираней, он бился сильными бойцами, и он очень крепкий, никогда не падал. Поэтому я и планировал по очкам, в принципе, закончить. Конечно, в ударке чуть-чуть я не так действовал. Вот и все. Скажи, ну теперь мы все ждем боя Александра Шлеменко. Что пожелаешь своему наставнику? Я пожелаю быстрый выиграть. Я даже не то, что пожелаю, я уверен, что он выиграет. Потому что я помню, как я был маленький, смотрел на его бои, а теперь я вместе с ним тренируюсь, и он именно продвигает мою карьеру. Без него у меня ничего бы не получилось. И я на сто процентов уверен, что он выиграет. После пяти поединков андеркарда, последним из которых был как раз бой Тимура Нагибина, начался основной карт. И здесь самым ожидаемым событием, как и предполагалось, оказался бой Александра Шлеменко. После годового перерыва омский боец вновь доказывает всем, что он лучший во всем мире. Бой начался без разведки. Спортсмены сразу кинулись в атаку. Шторм активно работал в стойке, Василевский пытался перевести в партер. Чтобы определить победителя, потребовалось все три раунда. И вот они, долгожданные минуты. Рефери выносят решение. Итак, буквально только что, рефери поднял руку Александру Шлеменко. Наш омский спортсмен вновь доказал, что он сильнейший в мире. В мире смешанных единоборств. Мы поздравляем Александра. Саш, мы поздравляем тебя. Поединок получился непростым. Твоя оценка первая. Это все нормально. После годичного перерыва отличный поединок, считаю. Выиграл на характере. Вопросы какие? Были планы какие-то на бой? Удалось все реализовать? Нет, не все. Не закончил досрочно, значит не реализовал все. Дальше буду работать. Планы твои дальнейшие? Выступать. Дальнейшие, ну как где. На М1 финал же у нас. И вообще-то финал вышел. Ольга Свидинская, Дмитрий Хамцов. Из Москвы. Специально для 12-го канала. Ну а я добавлю, что решающий поединок пройдет 17 июня. Александру Шлеменко предстоит встретиться на ринге с победителем боя, в котором сойдутся россияне Нармазан Имеев и бразилец Майкл Фалькао. Исход этой встречи определится 8 апреля. Бой пройдет в Санкт-Петербурге. Об участии в Гран-при М1. О том, какое будущее у Шлеменко на российской спортивной арене и за рубежом. Как выступление шторма оценил его менеджер Алексей Жернаков и слышит ли Шлеменко во время боя подсказки своей супруги. Эксклюзивное интервью сразу после окончания полуфинала Гран-при М1 моя коллега Ольга Свидинская записала в Олимпийском. Смотрите сегодня в 20.30 в программе «Тема дня». Ну а с победой омского шторма на своей страничке в инстаграме уже поздравил Виктор Назаров. В аккаунте главы региона появилась запись «Александр, поздравляю, мы за тебя болели». Кстати, в преддверии этого боя омский губернатор призывал омичей поддержать нашего земляка, что они и сделали. После завершения победной встречи сотни болельщиков и поклонников Александра Шлеменко тоже в социальных сетях поблагодарили своего кумира за отличный бой. Массового замора рыбы не будет. В социальных сетях появилось видео с замерзающим водоемом Птичьей Гавани. Пользователи беспокоятся, что рыбе из-за толстого слоя льда не хватает кислорода, и та попросту погибнет. Такой случай, напомню, был в прошлом году. Работники заповедника поспешили нас успокоить. На водоеме не только вырубают широкие проруби, но и точечно бурят лунки. Воздух проникает сквозь 500 отверстий. Два раза в неделю проводится анализ воды на содержание в ней оксигена. А гидрологи уверяют, рыба без воздуха не останется. Кислород закачивают под лед с помощью шлангов. Специалисты ежедневно контролируют состояние рыбы и добавляют опасно для нее не столько плотная корка льда, сколько грязь, стекающая с ближайшей дороги. Мы до такого дела как бы не доводим, чтобы у нас не было тут луны. У нас лунки постоянно обновляются. Сейчас у нас кислорода 2 миллиграмма на литр воды. Это не критическая норма кислорода, это нормально. По отношению нашей глубины и толщины льда, я считаю, это нормально. Сейчас у нас с любой все в порядке. Он прикован к инвалидной коляске, но его главный девиз – работать и не сдаваться. 18-летний Денис Шумаков из Полтавского района, несмотря на инвалидность, занимается спортом и даже помогает родителям чистить снег возле дома. Тем не менее, вернуться к полноценной жизни парень сможет только после курса реабилитации. А для этого многодетной семье нужно собрать свыше полутора миллионов рублей. С Денисом, который верит в чудеса, встретилась наша съемочная группа. Инвалидная коляска для Дениса Шумакова – не только средство передвижения, но и орудие труда. Вместе с отцом они превратили коляску в снегоуборочный агрегат. Чистить снег для Дениса не в тягость, а в радость. Даже соорудил горку для младшей сестренки. Беда с Денисом произошла в конце 2006-го. Подхватил вирусную инфекцию, возникли осложнения. И совершенно здорового мальчика парализовала. Поставить его на ноги помогает профессор из Казани. Правда, пока стоять Денис может только в вертикализаторе. Врачи сказали, больше заниматься, больше ЛФК, больше тренажеров. Ну, чем можем дома, занимаемся побольше. А в промежутках между физическими нагрузками Денис занимается умственным трудом. Учится на дому, с преподавателями общается по скайпу. Сейчас усиленно готовится к экзаменам. ЕГЭС, чтобы стать. А потом, ну, в политех, на инженер-механика. Родные верят, у Дениса все получится. С его-то характером и силой воли. Сейчас медики предлагают парню пройти разработанный специально для него курс реабилитации. Но лечение стоит денег. Мы нуждаемся в миллионе шестьсот. У нас таких денег нет, так как все приобретаем, везде все ездим. Ну, просто сами не потянем. Семья Шумаковых всегда рассчитывала только на себя. Но сейчас вынуждена обратиться за помощью ко всем неравнодушным жителям области. Помочь целеустремленному парню пройти курс реабилитации, вернуться к нормальной жизни, может каждый. Для этого нужно перечислить деньги, кто сколько сможет, на этот расчетный счет или карту Дениса Шумакова. Врачи гарантируют, уже через два года после начала лечения молодой человек встанет и пойдет самостоятельно. Денис Жарков, Анжела Лебедева, 12 канал. Пока перевозчики пытаются определиться со стоимостью проезда, а мечи предпочитают ездить с зайцами. Причем не внутри, а снаружи общественного транспорта. Сегодня пользователей соцсетей удивил троллейбусный экстремал. Мужчина удобно устроился на задней лестнице, а чтобы пассажиры не увидели его через стекло, даже присел. В таком положении он проехал несколько остановок в Чикалском поселке, а после, как ни в чем не бывало, продолжил путь пешком. Однако остаться незамеченным мужчине не удалось. Зацепер попал в объектив камеры видеорегистратора, как и школьник, путешествовавший на заднем бампере маршрутки. Этот случай, напомню, произошел буквально несколько дней назад. Такие трюки многие горожане объяснили экономическим кризисом, а некоторые предположили, что после обещанного повышения тарифов, такой опасный для жизни проезд и вовсе может войти в норму. Ястребы пообещали сделать все возможное, чтобы порадовать своих фанатов. Завтра в континентальной хоккейной лиге стартует плей-офф, а сегодня хоккеисты Омского авангарда провели открытую тренировку. В присутствии журналистов эффектно обводили друг друга, давали неожиданные пассы, и не менее зрелищно атаковали ворота, в которых и Костин, и Фурх, основные вратари команды, оставались словно непробиваемыми. Хорошего настроения ястребы не скрывали, однако во время тренировки оставались серьезными. Такой же серьезный настрой показал и главный тренер команды. По словам Евгения Корнаухова, перед каждой игрой хоккеистов ждет детальный разбор стратегии команды соперника, и все же использовать ошибки противника в свою пользу не основная тактика авангарда в плей-офф. Ставку главный тренер делает на командную игру ястребов, которую, в свою очередь, обещали такую игру показать. Да никакого волнения. Лично по мне настроение супер. Я только жду, и эмоции, да, где-то немножко даже мурашки бегут по коже. Все равно приятно. Дома начинаем. Надеемся, что болельщики нас поддержат, и мы будем стараться радовать их. В Ареньемск тем временем продолжается продажа билетов на игры плей-офф. В ход на самый зрелищный матч сезона организаторы сделали максимально доступными. Поддержать любимую команду болельщики смогут даже за 200 рублей. Всего же на каждую игру будет выпущено 6000 билетов стоимостью до 500 рублей. Первые две игры пройдут на Омском льду 22 и 24 февраля. Затем команды переедут в Нижнекамск. Если понадобятся, дополнительные матчи в серии до четырех побед состоятся 1 марта в Омске, 3 марта в Нижнекамске, 5 марта в Омске. Приближающиеся выходные в регионе будут снежными. Синоптики сообщили, что по утрам возможно образование изморозит тумана. Температура воздуха существенно не изменится. Ночью столбик термометра опустится до 16 градусов со знаком минус. Днем будет 3,8 градусов ниже нуля. А вот следующая рабочая неделя начнется с потепления. По прогнозам синоптиков, днем 24 февраля воздух может прогреться до нулевой отметки. И последнее стало известно, какие улицы в Омске перекроют в связи с празднованием Дня Защитника Отечества. Итак, 23 февраля с 9 до 15 часов автомобилисты не смогут проехать через Соборную площадь, улицу Ленина от Площади Победы до Интернациональной, Банковский переулок на участке от Певцова до Соборной площади, Тарскую на участке от Ленина до улицы Красина. Кроме этого, с 10 до 12 часов в связи с возложением цветов и гирлянд к памятникам героев войны будет перекрыто движение на улице Маршала Жукова на участке улицы 10 лет Октября до пересечения Слермонтова. Водителям рекомендуют обращать внимание на временные знаки дорожного движения. Все наши новости на сайте в интернете 12 канал.ру. Впереди прогноз погоды на завтра. Реклама будет короткой. Продолжение следует... Тогда вам в низко цен. Ведь у нас пена для бритья Арко 200 миллилитров 60 рублей 50 копеек. Тельняшка мужская 215 рублей. Туалетная вода мужская 80 миллилитров в ассортименте 150 рублей. Да! Ура! Довольные покупатели — наша главная ценность. Вы расслаблены, вы легкие, словно перышко. Одной рукой вы нажимаете на кнопки пульта, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Вам хорошо. И впереди у вас еще более 60 каналов. Опять перед телевизором сидит. И нет, крики чаек не тревожат вас. Вы спокойны. Как вам мог? Пакет легкий. Более 60 каналов от 50 рублей в месяц. Спутниковое телевидение и телекарта. Живите с легкостью. И о погоде спонсор прогноза микрофинансовая организация «Доктор Рубль». Завтра, 21 февраля, по области в Омске переменная облачность, возможен снег. Температура воздуха в районах в ночные часы 9-11 градусов со знаком минус. Днем столбики термометров покажут минус 8. В Омске ночью до минус 6, днем 7-8 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Возникли трудности с деньгами? «Доктор Рубль». Выгодные денежные займы под 1% в день. Телефон 595-363. 595-363. ООО «МФО» группа «РН-Медиа». Таковы новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok